Антикоррупционная культура Сегодня госпожа Попова расскажет, какие нужно принимать шаги для противодействия коррупции. Беседу проводит заместитель исполнительного директора фонда первого президента Игорь Рогов. Сегодня у нас в гостях госпожа Маргарита Попова, экс-вице-президент Болгарии. Она неоднократно бывала в нашей стране. А сейчас мне хотелось бы, чтобы вы поделились с нашими коллегами. Это наша передача, которая называется «Юридические диалоги». И ваш опыт, опыт политического, государственного деятеля. Вы сегодня делитесь с нашими студентами, преподавателями по очень важной проблеме. Проблеме борьбы с коррупцией. Надо сказать, что наш президент последователен во всем. В том числе и в вопросах формирования эффективного государственного аппарата, необходимости жесткой борьбы с коррупцией. Вот сегодня, почему меня очень сильно заинтересовала тема ваших лекций, это формирование идеологии. С новой антикоррупционной культурой господин Рогов формируется в зависимости от механизмов противодействия коррупции в одном обществе и их эффективности. Во-первых. И во-вторых, человеческим фактором, у которого будет новое будущее. Это очень важно. Человеческий фактор, мне кажется, работать в рамках огромного глобального конфликта. Что идет сегодня? С одной стороны, с бешеной скоростью идет глобализация экономики, а с другой стороны, политические решения принимаются на региональном принципе или в национальном государстве. Антикоррупционная культура, что это означает? Это означает эффективное противодействие коррупции. Противодействие коррупции лежит, это очень важно, по-моему, в культурно-исторической, политической, в правовой структуре соответствующего государства. И к этому мы можем добавить некоторые наднациональные механизмы, когда есть членство в региональных структурах или в организациях объединенных наций. Что еще важно? Политическая и правовая основа борьбы с коррупцией показывает развитие мировоззрения страны и ее политического руководства. Они показывают, как государство намерено реорганизовать себя, чтобы оно могло быстро, успешно и с малейшим ущербом в его географическом поясе осмыслить окружающий мир. И вы знаете, господин Рогов, это на самом деле будущее современной конкуренции между странами и между регионами. У каждого государства национальная антикоррупционная система. Это специфическая структура, обладающая культурно-историческими, политическими, правовыми, институциональными измерениями. Совсем условно механизмы противодействия коррупции можно разделить на такие устанавливающие политические рамки и на такие формирующие правовые рамки. Это стратегии, планы, рабочие программы, законы, правовые нормы и разные инструкции. Вот смотрите, я как-то был с делегацией, мы с судебной делегацией судей Казахстана были в Соединенных Штатах, изучали деятельность судебной системы и зашла речь о коррупции в судебной системе. Ну и прямым текстом мы задали вопрос. Вот вы утверждаете, что у вас судьи не поражены коррупцией. На чем основано ваше утверждение? Почему вы так убеждены в этом? Что у вас такая зарплата, что им уже больше нечего, так сказать, некуда стремиться? Или что? Или какие-то социальные пакеты? Они говорят, да, у нас и хорошая зарплата у судей, и хороший социальный пакет. Но не это главное, потому что всегда бывает что-то более ценное, привлекательное. Те же предпринимательские структуры, они могут предложить гораздо больший уровень, так сказать, потребления. Но, вот говорит, давайте возьмем гипотетический пример. Этот судья говорит, что вот я, судья, взял взятку или каким-то иным образом был замешан в коррупционном скандале, и даже меня не осудили, а просто попал под подозрение. Что это повлечет? Это повлечет то, что с моей женой соседи перестанут здороваться. Да. Моя дочь, придя в школу, подвергнется обструкции со стороны ее одноклассников, которые будут говорить, твой папа взяточник, твой папа нечестный судья. Понимаете, сразу же общественное мнение вокруг меня будет сложено. Срыв, да. Вот как в таких условиях, говорит, я не то, что взять, поставить под сомнение свою честность, я просто не вправе, потому что это сразу же отразится на моральном климате вокруг меня и на моих близких. И это будет в следующем, даже на следующие поколения это будет распространяться. Единственный выход у меня будет, это уехать, попытаться где-то в другом штате начать новую жизнь. Но и то это сомнительно, потому что и там может попасть это. Да, да. Поэтому, говорит, я никогда не возьму, хотя бы даже опасаясь за будущее своих детей, своих близких. Вот мне понравилось недавно как-то в сетях, один интересный такой сюжет я видел, но лектор, который говорил о психологическом, так сказать, воздействии на детей, поднимает вверх большой палец, а публике говорит, поднимите все над головой указательный палец, а сам держит большой. Да. Все подняли тоже большой. Да. Он говорит, вот видите, я вам сказал поднять указательный, а вы подняли большой. То есть люди слышат, что им говорят. Ну, что делают. Ну, делают то, что они видят. Что они видят. Что делают другие. Так и мы с детьми. Можно сто лет ему говорить, веди себя правильно, не воруй, не это, но если родитель... То, что делает. Требуя поднять указательный палец, поднимает большой, и говорит, что я живу во, я живу хорошо, потому что я ворую, прямо никогда не скажет, но он видит поведение своих родителей, поведение своих старших товарищей, коллег по государственной службе, то мы никогда не достигнем тех успехов, которые необходимо достигнуть. То есть вы абсолютно правы, проводя вот эти мастер-классы, вот эти лекции по формированию, нам необходимо формировать именно новую идеологию, идеологию людей, для которых государство – это они. Людовик 14-е в свое время, все помнят, знают, сказал, государство – это я. Да. Но мы должны ощущать, что государство – это мы. Мы – народ Казахстана. Это наше государство. Это мы. Вот когда вот это чувство, как же, как мы, вы – народ Болгарии, народ той или иной страны, может быть, европейского сообщества и так далее. Но вот это ощущение принадлежности себя государству и государства – это мы. Формируя именно такие убеждения, мы можем рассчитывать на определенные успехи. Успехи, да. И не случайно, опять же, возвращаясь к политике нашего президента, та же программа «Рухани Аджангару» – все это вместе по формированию единой психологической основы народа Казахстана. Это все должно делаться в комплексе. И особое внимание, конечно же, должно уделяться и в том числе формированию нового поколения государственных служащих, нового поколения судей, в первую очередь. Я абсолютно с вами согласен, что все судья – это элита государственной службы. И отбираться туда должны самые лучшие, и работать там должны самые лучшие, во всех смыслах этого слова, и самые-самые-самые чистые в общественном понимании. Я думаю, что у нас это получится огромное. Есть доктрина национального единства. Доктрина национального единства Казахстана. Общие принципы – одна страна, одна судьба, разные происхождения, равные возможности и развитие национального духа, основанное на укреплении и развитии нации. Как хорошо сказано. Вы очень вас знаете, вы великолепно. Это моя тема, я интересуюсь. И это очень интересно. Все сказано ясно, но с глубоким содержанием. Это патриотическая доктрина. Это патриотический акт. И доктрина утверждает и мотивирует граждан на создание нации единого будущего. У нас в Болгарии еще нет такой доктрины. Но я, когда вице-президентом была, говорила, что нам нужен план нации. Это очень важно. К сожалению, еще нет. Мы всегда говорим… Будет новый шанс у вас. Да, будет, я уверена, это будет, но этот патриотический акт, доктрина Казахстана – великолепный и замечательный. У нас все это есть. Но вот чего не хватает, вот вы подошли, по-моему, к самому главному. Это в неприятии обществом, в моральном неприятии фактов коррупции. Это кажется мне очень важным. Причем президент неоднократно говорит, вот уже опять в этом году обращал внимание на необходимость формирования нулевой терпимости к преступлениям вообще и к коррупции в особенности. Все-таки вот ощущение того, что у нас есть недоработки именно в этом плане, вот это чрезвычайно важно. И вот мы сейчас начали говорить, я хотел почему обратить внимание наших зрителей, что эта идеология антикоррупционная, она должна закладываться еще в детском возрасте. В детском возрасте, это очень важно. Вот здесь подробнее, когда надо начинать? В детском садике или в школе? В детском возрасте, да-да-да, в детском садике, конечно. Это очень-очень важно. И еще я хотела бы с вас поговорить, еще важное, по моему мнению. Мы не говорим так часто о том, что уголовное право это не только норма и порядок, есть философия уголовного права. Это, по-моему, очень-очень важно. У нас Конституция Республики Болгарии, и там сказано, у вас тоже судебная власть независимая. Но я слышала президента Назарбаева, он что сказал? Он сказал, да, судебная власть независимая, но это надо быть оценка народная. Народная оценка. Народ должен сказать, да, судебная система независимая, а не только писать в книге, читать. Это философское понимание, философия уголовного права и эффективность борьбы с коррупцией. Это специальная категория из области исполнения судебного производства. Это не имагенерная величина, а это комплекс нравственных, практических, психологических условий, на базе которых судья или прокурор принимают то или иное решение. И поэтому правильность решения зависит от уровня развития этих качеств у судей. При этом само собой разумеется, что вместе с профессиональными качествами существенные значения имеют способность судей мыслить общечеловеческими категориями. Это важно. Мыслить общечеловеческими категориями. Это сказал профессор Ильгам Рагимов. Замечательное высказывание. Что означает общечеловеческими категориями? Это воспитание. Это все... Но мы не говорим очень часто в судебной системе. И это неправильно, по моему мнению. Жизнь разная. Не только законы и правовые нормы. И воспитание в семье, в профессиональной жизни. Очень важно, чтобы знать, что прокурор, судья – это человеческие существа. Это очень важно. Но мы часто забываем. Наверное, здесь вы абсолютно правы, что судебное решение, оно должно нести в себе не только правовую оценку, но и моральную. Моральную оценку. То есть не может быть явление правовым и в то же время аморальным. То есть мораль и право здесь, они... Мораль, да. Они идут... Вместе. Да. И во многом это зависит от качества судебной системы. От качества судейской подготовки. То есть определенные шаги достаточно серьезные делаются у нас в стране. Да, я знаю. Да, я знаю. Но вот как все-таки... Давайте вернемся к детскому саду. Вот как нужно, что нужно делать для того, чтобы вот это неприятие, нулевая терпимость коррупционным проявлением стала единственным таким моральным императивом поведения всех наших граждан. История, исторические традиции, ценности. Наша жизнь различная. Мы различные люди. И потому что география, история, биология, социология – это очень важно. В различных географических поясах разная понимается коррупция. И вы знаете, мы сказали вначале, что основы антикоррупционной культуры формируются человеческим фактором. Это очень важно. Знаете, в рамках больгарско-швейцарской программы из трудничества в 2017 году 53 опрошенные делают ставку на наказание правонарушителей путем прекращения трудовых договоров. 31 на системой внутреннего контроля, приблизительно 24 на анонимную горячую линию, 22 на объявление финансовых интересов, приблизительно 17% на сокращение заработной платы и понижение должности и обучение этика. И знаете, что, господин Рогов, только приблизительно 8% верят этическим кодексам. Я спросила по время лекции и поставила вопрос, почему множество предпочитает более жесткие меры в борьбе с коррупцией? Почему? Показывает ли нам это уровень демократии в обществе? И вначале ребята сказали, да, это правда, жесткие меры правильные, так надо. Потом у нас было летие, возникновение государства и вопрос об основании власти. И какой вывод мы сделали, все студенты и я вместе с моими студентами. Самая сильная власть без авторитета, без признания, не способна сохранить государственность и общественный порядок. Вот что бы вы могли сказать о ваших личных впечатлениях от посещения Казахстана? В очередной раз впечатлена организацией безграничной сердечности Менгаликел, народа велика и степень. Я очень-очень впечатлена и уважаю настойчивую и последовательную политику мирового масштаба президента Назарбаева. О мире, о процветании нации, о диалоге, о уважении и почтении человеческого достоинства как высшей ценности. Спасибо, уважаемая господа Маргарита Попова. Вот что бы вы пожелали нашим слушателям, нашим телезрителям, коллегам, потому что большинство нашей аудитории – это юристы? Скоро у вас день первого президента, 1 декабря, день первого президента, хороший праздник. Я хочу президенту пожеловать крепкого здоровья, благополучия и счастья в личной жизни, в семье. Это очень-очень важно. И счастья целому казахстанскому народу, здоровья, счастья, благополучия, всего-всего хорошего. И чтобы мы дружили с болгарами и казахстанцами, чтобы мы дружили, как всегда. Спасибо. Спасибо большое.